МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Дневные новости на ТВ21+, в студии Татьяна Куфенко. Сегодня российское научное сообщество отмечает свой праздник – День российской науки. 8 февраля 1724 года по распоряжению императора Петра I в стране была основана Академия наук. В наши дни, как и почти 300 лет назад, развитие исследовательской деятельности – одна из приоритетных задач государства. Финансирование этой сферы ежегодно растет. Особенно поддержка высокотехнологичных отраслей и деятельности молодых ученых. В Мурманской области на эти цели предусмотрены гранты, а с этого года в регионе появилась и новая именная стипендия. В рамках десятилетия науки и технологий в Заполярье провели конкурс среди молодых ученых и аспирантов. По итогам отобрали 30 победителей из ведущих научных центров области, и сегодня все они в торжественной обстановке получат награды. Подробности мы расскажем в вечернем выпуске. С этого года служба в армии может упростить поступление в УЗЭ. Законопроект в первом чтении рассмотрели в Государственной Думе. Согласно проекту документа, военная служба будет приравнена к особым достижениям и давать дополнительные проходные баллы. Учитываться они будут в университетах, техникумах и колледжах. По мнению парламентариев, сейчас в России больше бюджетных мест в университетах, чем претендентов на них. Например, в прошлом году учебные заведения не добрали около 15 тысяч абитуриентов. Поэтому дополнительные льготы для отслуживших по призыву не должны вызвать дефицита. В преддверии дня дипломатического работника представители Министерства иностранных дел встретились со студентами Мурманского арктического государственного университета. Евгений Галкин и Надежда Латкина рассказали об истории дипломатической службы и представительстве МИД в Заполярье, которому в прошлом году исполнилось 30 лет. Также гости ответили на вопросы студентов, которые касались поставленных целей и задач Министерства на этот год. На сегодняшний день, с учетом изменившейся геополитической обстановки, задачи наши изменились. Прежде всего, они связаны с более полным задействованием нашего региона Мурманской области. В продвижении нашей страны на международной арене. Этой весной северяне смогут получить скидку на проезд в общественном транспорте. Акция стала возможной благодаря расширению сотрудничества между правительством Мурманской области и платежной системой МИР. Скидку 8 рублей на каждую поездку можно будет получить, если оплачивать проезд с помощью приложений бесконтактной оплаты МИРПэй или Samsung Pay. А если туда загрузить карту жителям Мурманской области, поездка станет дешевле на 11 рублей. К тому же, возможности единой карты, вероятно, расширятся и на туристические покупки. Например, в перспективе северяне смогут получать кэшбэк за оплаченные туры или использовать ее в качестве ски-пасса. В России дефицит импортных компонентов может привести к исчезновению сметаны. Так считает основатель одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов страны Сергей Бачин. Если сложности с упаковкой и оборудованием весной удалось разрешить с помощью дружественных стран, то сегодня изготовители кисломолочной продукции опасаются, что Европа перестанет поставлять в нашу страну закваски. А это 80% от используемых в отечественном производстве составов. Однако в Мурманской области проблем с заквасками не будет, уверяют северные производители. Благодаря собственному изготовлению важного компонента жители региона всегда смогут найти йогурты, сметану, кефир на полках магазинов. О том, как создают закваски, узнала Мария Гусакова. Производство кисломолочки невозможно представить без заквасок. В них содержатся особые микроорганизмы, которые превращают постерилизованное молоко во многими любимые продукты на завтрак. Например, кефирную закваску изготавливают на основе грибка. Хранят закваски в специальных камерах, где поддерживают температуру плюс 20 градусов. Перед тем, как поместить бактерии в молоко, их проверяют на кислотность. Это нужно для того, чтобы определить активность самой закваски. Она должна быть в пределах от 90 до 120 градусов. Я добавляю 10 миллилитров закваски, 20 миллилитров воды, 2-3 капли фенолфталиина. Если жидкость в колбе приобрела светло-розовый цвет, то закваска готова к процессу сквашивания молока. Он занимает около 12 часов в зависимости от продукта. Сыр производят дольше всего. На изготовление небольшой головки сыра уходит от 10 до 15 суток. После созревания продукт упаковывают в специальную пленку, взвешивают и наклеивают этикетку с датой изготовления вот таким вот образом. Заключительный этап – сыр фасуют по коробкам и отправляют по магазинам Мурманской области. В основе полутвердого сыра качета – сухая итальянская закваска, поэтому опасения, что ее перестанут поставлять, есть. На сегодняшний день поставщики говорят о том, что у них на складах есть определенное количество закваски, которые должны охватить для работы нашего предприятия. Ну и на малышном заводе тоже сформирован определенный запас данной закваски. Заквасочное отделение работает уже 50 лет без выходных 365 дней в году. Северные производители обещают, что творог, сметана, кефир и другие кисломолочные продукты не пропадут с полок магазинов. Более того, поставки по-прежнему будут ежедневными. Мария Гусакова, Павел Третьяков, ТВ21+. После 15-летнего перерыва в Мурманске возродили литературно-краеведческий конкурс «Храмы России». Традиционно его победители смогут отправиться в самые красивые места области и страны. На открытие побывал Данил Скуратов. Первый раз историко-литературно-краеведческий конкурс «Храмы России» провели в 1992 году. Инициаторами стали мурманские писатели во главе с Виталием Масловым. Главная цель этого конкурса – приобщить молодых людей к истории родного края, к изучению поэзии, к изучению творчества наших мурманских писателей и, конечно, знания истории. Ежегодно конкурс собирал более 200 школьников из Мурманской области. А со временем о нем заговорили и в других регионах страны. Однако после 15-летнего юбилея литературный турнир проводить перестали. Разные причины. Во-первых, не стал Виталий Семенович Маслова, который был инициатором, вдохновителем этого конкурса. Ослабела поддержка властей по разным причинам, опять-таки. И прекратился. То есть не то, что мы решили, а просто не было людей, которые готовы его толкать. И вот сейчас «Храмы России» вновь сподвигает юных писателей и поэтов Севера вдохновиться историей культуры и пейзажей Микольского Заполярья, взяться за перо и творить. Итоги подведут в день славянской письменности 24 мая. Лучшие авторы получат памятные подарки и отправятся по самым красивым местам Мурманской области или даже России. Данил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ27+. Из Шанхая на Кольский север. Популярный китайский блогер преодолел 80 тысяч километров на машине, чтобы увидеть северное сияние. Путешественник мечтает объехать весь мир на своем автомобиле, но пока в списке 36 стран. С восточным гостем познакомились наши корреспонденты. Здесь удивительно. Этот вид я никогда раньше не видел. Это правда очень замечательно. Чен три года назад бросил работу ради путешествий. Сначала планы объехать весь мир рушила эпидобстановка, но как только границы открыли, он отправился в тур по Европе. Последняя точка на карте перед возвращением домой – Мурманская область. Сначала Тереберка, потом столица Кольского Заполярья. В России блогер побывал первый раз в 2020 году. Без приключений по дороге не обошлось. Когда я был в Москве, российский водитель въехал в мою машину. Мне надо починить ее в России, решить некоторые вопросы. Путешествовать зимой, по словам блогера, немного опасно. Снег повсюду. Необходимо быть предельно внимательным на дорогах. Но виды села на берегу Баренцева моря стоили всех сложностей. Тереберки Чену удалось поймать на камеру северное сияние и даже горбатых китов. Чаще всего путешественник останавливается в отелях, хотя ночевать в машине тоже приходилось. С собой всегда мультиварка, чтобы готовить еду прямо в авто. Я использую это для готовки. Также самая важная вещь – это китайская еда быстрого приготовления. Чен признается, что за время путешествия уже соскучился по дому. К тому же на родине много дел. Во-первых, я очень хочу увидеть мою семью, хочу поменять свою машину на новую, хочу поесть китайской еды. Я скучаю по родине. Во время путешествия блогер выучил парочку русских слов, как приветствовать и прощаться, а также говорить о чувствах. В России Чен еще планирует вернуться. Следующий маршрут проложит до еще более холодного региона нашей страны – до Сибири. Мечтают увидеть озеро Байкал. Мария Гусакова, Павел Третьяков, ТВ21+. О дальних странах и приключениях мечтают и ученики Мурманского детского морского центра «Океан». Сейчас здесь занимаются более тысячи школьников. Изучают основы судовождения, механики, постигают тонкости управления яхтами и шлюпками. Детский морской центр «Океан» открыли в 1981 году. В портовом городе такое профориентационное учреждение было необходимостью. Хотя своей актуальности оно не потеряло и в наше время. Очень большое количество ребят, которые заканчивают эту замечательную школу «Океан», связывают свою судьбу именно с морскими профессиями и военно-морскими профессиями. Что они может не радовать. Это говорит о том, что люди влюбляются в будущую профессию, рассказывают основы. И на самом деле это определяет их жизненный путь. Сейчас в нем занимаются больше тысячи школьников. Они изучают 11 образовательных программ. Это основы судовождения, эксплуатация судов и прибрежное плавание. Помимо этого, под руководством опытных наставников дети проходят ежегодную практику на базе местного яхт-клуба и на теплоходе «Клавдия Еланская». В современном мире, вопреки поговоркам, в море выходят не только мужчины. Ну, разве женщин нет на флоте? Плюс, как бы, надо понимать, что море – это морские профессии, это не всегда работа в море. Город портовый и работы, связанные с морем на земле, очень много. То есть, не обязательно ходить именно в море. Поэтому и у нас женский коллектив, наши девочки, как бы, тоже востребованы. В ближайшем будущем организация планирует улучшить качество обучения и набрать еще больше педагогов, чтобы моделисты и юные моряки с каждым днем становились ближе к профессии. Данил Скуратов, Павел Третьяков, ТВ, 21+. «Лапландия глазами фотографов» – выставка с таким названием открылась в Мурманском областном краеведческом музее. Традиция открывать экспозицию, посвященную народу Саами, появилась в музее более 20 лет назад. В этот раз первый день выставки стал настоящим торжеством. Побывали на нем и журналисты ТВ, 21+. Музыка лирическое, настроение праздничное. Международный день Саами – момент торжества и единения для коренного народа Кольской земли. Уже несколько десятилетий Мурманский краеведческий музей в праздничный день открывает экспозицию, посвященную саамской культуре и традициям. В этот раз выставка «Лапландия глазами фотографов» – словно путешествие в далекое и недавнее прошлое. Начиная с 20-х годов по сегодняшние дни, поэтому ретроспектива таких вот фотоснимков, тем более нашего фондового собрания, будет интересна многим гостям, горожанам, которые посещают город Мурманск, в том числе наш Мурманский областной краеведческий музей. Черно-белые фото 20-х годов завораживают они как машина времени. Вот снимки знаменитого этнографа, художника, исследователя саамской культуры Владимира Чернолосского. На первый взгляд такие простые сцены, но приглядевшись, можно увидеть, насколько непростой и совсем другой была жизнь людей сто лет назад. Того же периода фото одного из первых мурманских фотохудожников и хроникеров Николая Лосикова. К нам эти фотографии попали совсем недавно, в начале 2000-х, и мы уже регулярно используем на разных выставках. И в этот раз нам этот фотограф тоже открылся, ну уже как с этнографической точки зрения его коллекции. Один из авторов работ наш современник Сергей Ещенко, фотограф газеты «Мурманский вестник». Более трех десятков лет фиксирует он самые яркие события жизни региона. Говорит, лучшие фото получаются, если глаз фотографа умеет ухватить очарование момента, а руки хорошо владеют техникой. Тема саами для него одна из самых теплых и трогательных. Самские дети, да? На празднике севера, в снятого время, в дюбе. Ну это, в общем-то, скажем, похоже, как они живут. Для представителей народа саами это еще один повод встретиться, надеть традиционные костюмы, где каждая деталь полна смысла. Поговорить на родном языке, увидеть на снимках знакомых еще детьми, узнать родные места. Мне, например, нравится фотография про Йоконьбу. Там моя бабушка жила, родилась, поэтому, наверное, еще плюс ко всему. А потом вот эти все черно-белые фотографии, они навевают, может быть, мою молодость. Светлана – представительница рода Герасимовых. Очень ценит культуру своих предков, особенно чтит память своего деда. Говорит, важно, чтобы культура народа саами жила и развивалась. Ее сохранение – дело чести. Мы большинство не знаем языка, не знаем своих дедушек, бабушек. Но мне повезло, Нина Елисеевна Афанасьева, наш первый президент саамский, российских саамов. Также великолепный учитель, и поэтому мои дети, и я учим саамский язык. Радость, эмоции, песни, общение, яркие костюмы. День открытия футовыставки всем запомнится надолго. А свою работу в Мурманском областном краеведческом музее экспозиция продолжит до 31 мая. И Нина Морозова, Андрей Бричко, ТВ21+. Что же это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу? Если вы смотрели выпуск не сначала и что-то пропустили, его всегда можно увидеть на нашем YouTube-канале, пройдя по ссылке на сайте и в соцсетях. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про вайберы и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Мурманской области на сегодня 8 февраля. В Кандалакше 0,2 солнца. В Умбе также солнечное и около плюс 1 градуса. В полярных зорях около нуля, без осадков. В Апатитах снега не предвидится и 0,2. В Кировске тепло и солнечно – плюс 1 градус. В Кавдоре 0,2 без осадков. В Мончегорске около нуля. В Лавозере переменная облачность и плюс 1. В Оленигорске около нуля, без осадков. В Никеле снега также не будет и 0,2. В Заполярном снег и 2 градуса. В Североморске 0,2. В Мурманске переменная облачность и плюс 2 по Цельсию. На этом наш выпуск завершен. В студии с вами была Татьяна Куфенко. Увидимся на ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин